Минута в минуту. Радио. Болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. Семнадцати до восемнадцати часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Ну, это фактически последний такой эфир в этом году. Поэтому всех наступающим. И с наступающим нашу гостью посредством Зума. Но, к сожалению, весь год пандемия продолжала нас мучить. И очень много гостей, которого мы бы с удовольствием увидели, конечно, воочию, очно. Но приходится по Зуму. Алена Яковлевна у нас на прямой связи, доктор психологии. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение, за приветствие. Очень приятно. Да, к сожалению, мы не очно, через Зум. Но, тем не менее, и таким каналом связи мы поддерживаем связь между собой. Спасибо. Я знаю, что вы прибыли из-за океана. Так что, если останется время, может быть, несколько слов и о ваших впечатлениях. Но начнем вот с подведением таких итогов года. Ну, пессимисты бы сказали, что хуже некуда. Ну, а те, кто оптимистически настроены, говорят о том, что могло быть намного хуже. Так что хорошо, что и так. Вот как вы это оцениваете, поскольку, ну, по роду своей деятельности вам приходилось общаться с большим количеством людей, пожилых, которые, наверное, больше, чем молодые, подвержены вот такой депрессии в силу целого ряда обстоятельств и возраста, и, может быть, каких-то болячек. Понятно, что локдауны нас преследовали. Вот, может быть, ваши ощущения и впечатления. Вы знаете, мои ощущения и впечатления, сейчас только не кидайтесь, пожалуйста, помидорами, но мне кажется, что люди старшего возраста, Golden Age, они настолько стойко и мужественно пережили вот все эти локдауны, ограничения, непонятные ощущения с тем, что существует некая опасность и нужно соблюдать ограничения, что более стойкого, более стойкой возрастной группы, которая все принимает, стоически выдерживает, ну, как говорится, я буду защищать своих, но я не видела, да, то есть это самые стойкие, самые законопослушные, самые правильные, самые выносливые, которые, с одной стороны, вроде бы самые незащищенные. Это действительно факт, потому что теряется то, что называется физическая сила, но более стойких духом людей сложно найти. Да, наверное, эти люди много что пережили. Что касается вообще вашего ощущения, поскольку вот у людей такие смешанные чувства, с одной стороны, мы понимаем, что пандемия – это не какое-то эксклюзивное изобретение Латвии или нашего правительства, с другой стороны, вот те обстоятельства, в которых мы вынуждены были жить какие-то, то ограничения снимаются, то с опозданием вводятся. Вот как вы бы это прокомментировали, не только, может быть, как психолог, просто как житель этой страны? Знаете, как житель страны я должна сказать, что, конечно, то, что произошло в этом году, это очередное такое вот испытание, которое никто не ждал, с какой стороны придет. Вот. И, с одной стороны, конечно, все эти ограничения дали очень большой удар по психике, по эмоциям, по экономике страны, по бюджету каждой семьи в отдельности. Это очень сложно было пережить. Год был тяжелый, точнее, это уже второй год, да, потому что, если мы помним, это COVID-19, а мы сейчас заканчиваем 2021 год, то есть это уже второй год. Вот. Человек – существо адаптивное. Конечно, мы адаптировались и к этим условиям, и как-то и пришли к тому, что очень много людей, которые были против вакцин. Вы же помните, какая была первая волна, что ни в коем случае вакцины ни за что я делать не буду, но условия показали то, что мы и это должны были принять. Уж каждый на своих условиях, но это принято. Очень мало людей, которые сейчас остались без невакцинированное. Конечно, тяжелый год, но хочется все-таки, знаете, я сейчас, когда уходила на эфир, я уходила прямо из группы, из одной из своих групп, да, и спросила, я говорю, друзья, я сейчас иду на балкон, что передать? Что передать? Что передать вот через радио, вот нам всем, потому что это же радио, такое средство коммуникации. И один из участников группы, Михаил, сказал, передайте обязательно, чтобы мы все встретили 23-й год. Это, по-моему, замечательно вообще, да, замечательное такое пожелание, даже трудно что-то добавить. Хочется какого-то оптимизма, хочется какой-то радости, и точнее, не какой-то абсолютно конкретной. Знаете, вот очень важно все-таки остаться вот в этой стойкости за себя, да, что я смогу преодолеть. Да, сложность, да, ограничения, некоторые поздно, некоторые чересчур, там, мы не знаем, как это на самом деле. Самое легкое, что можно делать, это критиковать. Вот критиковать легче всего. Видеть ошибки очень легко, их много у каждого. И хочется как-то посмотреть на то, что мы можем для себя сделать. Вот очень важно в любой ситуации смотреть, что мы можем сделать для себя, как мы можем стоять для себя. Вот интересно, что еще этот год, я вот так вот обратил внимание, что он еще показал. Ну, очень много говорили о, понятно, лечении ковида, о реабилитации, но только говорили о психологии в контексте медиков, что они выгорают, конечно, им нужна психологическая помощь, тут вопросов нет. На самом деле, ведь по большому счету, действительно, сейчас, поскольку вы уже правильно заметили, мы два года живем в таких условиях, психологическая реабилитация нужна не только медикам или, не знаю, полицейским. То есть, видимо, в будущем, ну, по крайней мере, многие страны это уже осознали, вот эта психологическая помощь, она, ну, должна предоставляться более широко разным группам населения, потому что мы же видим, и мы об этом тоже и с вами в наших эфиров на протяжении года говорили периодически, что ведь в такой ситуации, ну, оказалось много групп населения и школьники, да, мы знаем, как им было тяжело, особенно младшей классы, вот, учиться на удаленке. И потом, ну, ладно, с этим сложно не согласиться, действительно, много людей пережили уже в таком возрасте почтенном, да, может быть, они как-то более стойкие, да, но, тем не менее, кто-то остался без работы по разным причинам, да, и даже те, кто работает, вот это на удаленке, без социального контакта, тоже тяжело. Так что вполне возможно, что понадобится, не знаю, додумается ли правительство Латвии, какая-то вот индивидуальная или какая-то коллективная психологическая реабилитация. Вы знаете, исследования показали, исследования, которые проводились, как ковид влияет на человека, и прежде всего показывают исследования, что ковид затрагивает нервную систему. Эмоционально человек чувствует себя переболевший, более быстро утомляемость. Это на многие месяцы остается, да. Повышенная апатия, чувство физической слабости, чувство депрессивное настроение, чувство какого-то такого неудовлетворения жизнью. Это все последствия ковида. Конечно, нужно быть очень внимательным к себе. Сейчас много уже вводится психологической помощи населению, насколько я так смотрю за предложениями, которые даже средства массовой информации публикуют. Психологическая социальная помощь таким группам населения, таким школьникам нужна, безусловно, всем. От детей до родителей, до групп старшего возраста. Потому что вот это осознание того, что ты изолирован, ты не можешь видеть своих близких, что ты не можешь выходить ни на каких условиях, там за периметр тех ограничений, что есть, что ты должен носить. Воспомогательные средства защиты, то есть маски, ты не должен контактировать. Ты не можешь собраться больше 10 человек. У тебя нет разрешения, если у тебя нету ковид-сертификата, и при нем еще же и лично, документы личности. Вы знаете, вот я сама была свидетелем, когда пожилой человек пришел в Риме, показывает ковид-сертификат, и с собой у него было пенсионное удостоверение, а ему вот этот человек на службе, который должен не пропускать, он говорит, я не могу пустить, нужен паспорт или айди. Он говорит, а я дома забыл, я забыл про него, а его не пускают по пенсионным удостоверениям. То есть пожилой человек должен... В консерватории надо подправить, да, если пенсионное для проезда это документ, то почему пенсионное для похода в магазин это не документ, да? Знаете как, тут что-то в консерватории надо подправить. Ну будет подправлено с 31 декабря как раз уже эти изменения внесены. Ну сколько стресса они дали, понимаете? Внесены-то внесены, но как-то все время чуть-чуть что-то все время задним числом. И потом мне кажется, что все-таки какие бы ни были правила, ну может быть я наивен, но в какой-то степени надо относиться просто по-человечески. Человек же пришел не в какое-то там режимное учреждение, да, чтобы что-то пронести, там не знаю, в аэропорт, ну я условно говорю, да, или в кабинет министров, не дай бог, значит, он зашел в магазин, да, в принципе магазин частный, частный магазин, да, зашел, у него есть QR-сертификат, да, даже если бы у него не было никакого удостоверения личности, но предположить, что он чего-то там, извините, мухлюет, где-то там сертификат скачал, пожилой человек, ну пропустите его, не гоняйте его опять до дома, чтобы он еще раз пошел. Ну вот зачем это надо делать? Надо чуть-чуть, мне кажется, с уважением относиться к людям, вот по крайней мере к пожилым уж точно, может быть молодому сбегать еще раз домой, еще раз прогуляться, но вот надо по-человечески, мне кажется, просто относиться. Знаете, но здесь относиться по-человечески нужно ко всем, и с тем, кому поставили задачу на работе, проверять эти удостоверения, да, тоже их, сколько на них всего выливалось, сколько раз была свидетелем, когда на вот этих людей, которые там охраной занимались, им выговаривают то, что, в принципе, не в их-то адрес звучит. Ну, такие уж правила, да, то есть, может быть, когда мы составляем правила или пишем закон, нужно быть более человечным. Это замечательное такое вот наблюдение, вот вы уже сказали, что вы много общаетесь по поводу своей деятельности с пожилыми людьми, вот ваше наблюдение, что чаще всего, о чем пожилые люди просят вас? Может быть, они говорят, давайте, вот мы с вами занимаемся, не знаю, час или два, давайте слово там, не знаю, COVID, не произносить. Или наоборот, давайте мы об этом поговорим, может быть, у вас есть какие-то ощущения, когда этот ужас закончится. Вот о чем чаще всего люди вас просят именно в это время такое тяжелое? Вы знаете, вот такой отдельной темы нету, но все с удовольствием откликаются на то, чтобы вести свой диалог, с собой же диалог. Это в сторону позитива и в сторону все-таки стоять за себя, да. То есть, что я могу еще сделать для себя? Вот это откликнуться самому к себе по отношению, как я могу себя поддержать. Здесь такие метаморфозы. Ведь, знаете, что старому, что молодому, если мы не любим сами себя, если нам для себя нет никакого дела, то никакого дела нам нету и до нас другим. Тут все очень просто. Вот это чувство, что я есть у себя, чувство, что я могу что-то для себя сделать, как-то в этой жизни порадовать себя или справиться с тем, что есть, очень важно. И тогда, получается, диалог даже с близкими выстраивается. Близкие начинают откликаться. Да, это очень важно. Ну, здесь вот мы в самом начале вроде бы посетовали, что мы должны общаться вот так вот через Zoom, через экран. Но, с другой стороны, ну, вот хорошо, что есть такие технологии. Представляете, их бы не было, людей бы заперли на два года дома, да. То есть, сейчас, по крайней мере, можно с родными вот в этот период карантина, когда или был локдаун, хотя бы пообщаться вот так, увидеть их. Не только услышать по телефону, а вот увидеть. Вы знаете, еще очень большая плюс то новых технологий, что это освоение новой информации, значит, мы строим новые нейронные связи. Опять-таки сплошная польза для памяти, внимания и мышления, да. То есть, профилактики деменции, да. То есть, новые нейронные связи, новые технологии. И даже те, кто очень сильно сопротивлялись, а потом пошагово включились, ну, что для человека важно? Вы знаете, важно не критиковать, не критичное мышление, важно поддержать. Потому что я даже сама знаю, что вроде бы мне еще не 70 плюс, но как я не люблю осваивать новые технологии? Как это сложно? Ну, надо. И когда тебя не критикуют и говорят, ну, ничего, ты еще раз попробуй, у тебя все получится, да. Когда мой сын говорит, мама, ну, ты же все знаешь, давай еще раз сама я постою рядом. Я говорю, сын, я опять не могу там та-та-та, загрузить телесоте. Говорит, ты все знаешь. И вот так пять раз он мне расскажет, что я все знаю, да, или сотрудник, который помогает технически. Так мы и осваиваем. Так же и все. Благодаря новым технологиям мы освоили не только средства связи, но и образовали новые нейронные связи. То есть наш мозг работал. И это для нас сплошная польза. Да. Вот интересно, если мы говорим вообще о психологах или о психологической консультации, ведь зачастую я вот тоже обратил внимание, что те, кто по роду своей должности, я имею в виду, прежде всего, политики, неважно, это депутаты или министры, им бы нужно было не только вот такие курсы коммуникации проходить, но и курсы психологии, потому что, ну вот мы смотрим, да, я понимаю, что в первое время, особенно когда только вакцинация началась и не было вообще ничего непонятного по поводу ковида, может быть, вот элемент чуть-чуть запугать, да, на кого-то это действовало, может быть, это было правильно, да, я вот здесь, может быть, иногда надо было какую-то и страшилку запустить, да, потому что иначе до многих тяжело достучаться. Но вот сейчас, вот, ну, к примеру, если мы говорим, вот начал распространяться омикрон, да, и такое ощущение, что еще калька осталась, да, вместо того, чтобы сказать, ну, да, появился очередной там мутант, ну, мы это переживем, сейчас у нас есть вакцина, подходят таблетки, начинает то же самое, говорит, ну, сейчас мы вас запрем, это ужасно-ужасно, это очень заразно, да, и когда это происходит уже на третьем году пандемии, ну, мне кажется, что люди не понимают, те, кто вот определяет вот политический процесс, они не понимают, что это уже чересчур есть какой-то предел, да, вот просто вот это запугивание, нельзя это делать бесконечно, или я не прав в психологической точке зрения? Вы знаете, вот в декабре все ждали, когда нас закроют очередной раз. Да, при том прямо на Новый год и Рождество, да. Да, мои клиенты разного возраста, я работаю только со взрослыми, да, и, ну, как, не только пожилые, но и взрослые, да. Ну, да, да, не с детьми, да, чтобы было понятно. И так далее. Короче, все приходили с вопросами, ну, нас какого там, с 15-го закроют, надо успеть. Вот уже некие стали ставить такие шаблоны, что надо успеть до того, как закроют. Купить подарки, там, какие-то дела свои сделать, до работы все подогнать, что нас закроют, нас закроют. Но скоро превратится это все, вы помните притчу про мальчика и волков, да, волков, которые овец пас, а решил шутить, что волки приходят. Здесь наоборот, да, как бы все время волки придут, да, и мы начинаем бояться этих волков. Но через некоторое время мы привыкнем к этим волкам и перестанем бояться. А вот это будет самое неправильное. Когда мы притупятся, вот эти рецепторы, да, то есть самосохранение, нас опять закроют, и мы уже будем пассивно ждать, когда закроют. И, наконец, когда нас закроют, мы все обрадуемся. Да. Здесь вы абсолютно правильно заметили, что было бы здорово. Да-да. Слушай вас, да. Так, я пропала кровь. Не-не-не, все в порядке. Ну, да, было бы очень здорово, если бы нас, те, кто с нами общаются через средства массовой информации, немножко более качественно выбирали формулировки. Так, может быть, сказать, да, то есть фразы, формулировки. Было бы замечательно. Ну, как уж там решат политтехнологи и те, кто их консультирует. Да. Вот вы совсем недавно вернулись, буквально на днях из-за океана. Вот есть какие-то... Как там вообще люди переживают? Может, ну, мы знаем, что американцы, они как-то более оптимистичны, жизнерадостны, улыбаются. Может быть, иногда это улыбка наиграна, но тем не менее. Вот ваши ощущения, как вот в Америке сейчас переживает эту пандемию? Вы знаете, я прилетела буквально вчера вечером, да, то есть я с корабля на бал, получается. А как переживают? Ну, вот я была в разных городах и немножко работала, и общалась с разными людьми, и в том числе и в Стэнфорде была. И как переживают? Вот есть города абсолютно законопослушные, где все ходят в маске, все соблюдают правду. Сказали, и все, да? А есть города, которые похожи на наши, ну, наверное, как, может быть, какие-то города, где народ свободолюбивый, где маска одевается только строго по предписаниям, это заход в помещение, а на улице люди ходят без маски. Люди везде одинаковые, но они очень четко соблюдают условия и правила. Да, они так же самые, есть те, кто верят, есть те, кто не верят, но правила соблюдают. И народ, да, там народ более, наверное, скажем так, позитивно настроен за счет экономической поддержки государства. Там очень большая экономическая поддержка государства. Там у них нет вот этого страха, как у нас, это финансовой беспомощности. Вот это, наверное, то, что важно. Да, ну, и я так понимаю, что, в принципе, все-таки вот такой паники там все-таки не сеется, да? Вот и по поводу этого Амиклона тоже, да? Нет, паники там не сеются, памятники не наблюдаются. Очень четко как-то слажено, регламентировано. Много удаленной тоже работы, но сейчас уже вышли практически все они вышли из удаленной работы. Речь у них также идет о бустере, и соблюдаются правила. Очень четко соблюдаются правила. А люди, как везде люди, как я и сказала, в одних городах очень здорово соблюдаются. Все ходят в маске даже на улице. В других городах маски снимаются. Там, где города немножко поменьше. В таких городах, допустим, как Пала-Алто, да, это такой, считается, хурортный город, там, где проходят все турниры по гольфу. Там очень здорово соблюдаются все правила на территориях, но на улице народ ходит без маски вдоль побережья, без маски, да? То есть все замечательно. Ну, как замечательно? С точки зрения того, что требует правила, да? И как-то паники нету вот этой, нету нагнетания. По крайней мере, с того угла, который мне открылась эта часть вопроса, я этого не наблюдала. Да, вот я знаю, что вы общаетесь с такими всемирно известными психологами, там, и в Австрии. Вот все-таки ваши ощущения, будет ли делать какие-то вот в своих исследованиях психологи эту корректировку вот на наши времена? Или есть такая вот кризисная психология, она и останется? Или какие-то изменения все-таки будут внесены? Уже сейчас есть очень большие изменения. У меня даже в МК-10, это новый, скажем так, классификатор болезни, сейчас, допустим, вводится, ввелась такая классификация, как зависимость от страха, быть, скажем так, страха пропустить информацию в соцсетях. То есть уже вот такая даже классификация пошла. То есть люди такие вот в этом плане зомбированы уже, да? Очень много страхов, да, и сейчас ведется разговоры о том, что если раньше говорили, как можно больше клиента удерживать без препаратов, чтобы психика сама справлялась, помогать клиенту справляться самостоятельно, сейчас речь идет о том, чтобы вводить медикаментозную поддержку, чтобы психика не перегружалась, потому что очень большой идет перегруз нервной системы, и психике человеку тяжелее. То есть максимально сохранить и облегчить вот это все гнетущее состояние, и тревогу, и страхи, и, конечно же, обостряются, понимаете, мы все разные, у нас у всех есть какие-то свои слабые места. И в такой период, как правило, все это обнажается, обостряется, становится более острым, поэтому речь идет на сопровождение, профилактика и сопровождение, да? То есть очень много речи идет в кулуарах и на практических семинарах, конференциях о том, чтобы сопровождение, профилактика стресса, профилактики, скажем так, чтобы личность была направлена стоять за себя, да? То есть профилактика, профилактика, еще раз профилактика. Да, может быть, в завершение такой вопрос, вот что вы себе наметили с такой профессиональной точки зрения в следующем году? Вот вы сказали, что у вас действительно несколько групп таких сеньоров, с которыми вы работаете, наверное, вы уже в какой-то степени стали, ну, почти семьей, наверное, да? Вот ваши планы. Мои планы? Ну, во-первых, я хочу себя поздравить с тем, что вот я буквально 10 дней назад вышла из типографии моя книжка «Фитнес для мозга на латышском языке», которая сейчас поступит в магазины, я очень рада этому, что именно на латышском языке она вышла. На русском она уже выходила, да, по-моему? На русском есть, да, на русском сейчас тираж повторяется. Мои планы – это, конечно, профессиональные. Я бы хотела быть полезной для нашего общества, и мои планы – работать и, конечно, бережно относиться к себе. Главное, для всех я пожелаю, относитесь, пожалуйста, бережно к себе. Да, это весьма важно. Мы не безграничны, и к этому нужно, это нужно разрешить себе принять, и тогда все будет хорошо, то есть остаться с охранными самим для себя. Да, вы, наверное, правы, потому что вот многие забывают иногда, что жизнь – это вот не забег на короткую дистанцию, да, надо же как-то попытаться распределить силы. Я понимаю, что легко сказать, сложно сделать, но тем не менее. Вы знаете, то, что нравится, которое не стоит денег, оно настоящее нравится. У нас у всех есть такая возможность, как пешая прогулка, у нас есть у всех такая возможность, как занятие по душе, которое можно устроить себе в любом времени и месте. Вот то, что не стоит денег, вот это истинное нравится, разрешить себе уделять как можно больше внимания вот этому истинному нравиться. И, конечно, вы знаете, вот тоже одно из исследований, причем это уже американский психолог латышского происхождения делал, что чтобы быть в позитивном настрое, человек должен, один из пунктов в этом исследовании говорится, что человек должен контролировать свои мысли и программировать свои мысли. То есть, если ты ловишь свою негативную мысль, попробуй ее перепрограммировать в позитивную. Все-таки научиться позитивно мыслить. Это не значит, что слепо смотреть и не видеть реальности. Это значит, что в каждом видеть задачу, которую ты можешь решить. То есть, позитивное мышление. Разрешить себе позитивно мыслить. Благодарить за то, что есть хорошее. Видеть это хорошее в каждом дне. Следующий пункт там был разрешить себе все-таки релаксацию, отдых, медитацию. То есть, вот об этом речь. Чтобы быть позитивным, нужно уделять время себе. В том числе и на сон. Да, вот вы, кстати, упомянули книгу, которая будет дополнительной тиражей на русском языке. И вот сейчас выходит на латышском. Это все-таки, чтобы люди понимали, это книга для профессионалов, это, не знаю, для психологов, психотерапевтов, или это, ну, и в том числе для сеньоров, которые думают, как вот улучшить, повысить эффективность мозга, продлить, не знаю, работоспособность. Это книга для любого желающего, который хочет улучшить память, внимание и мышление. Конечно, она рассчитана на сеньоров. Это такое что-то вроде учебника на каждый день с занятиями. 90-дневная программа. Программа на 90 дней рассчитана. Это такой мини-задачник для работоспособности мозга. То есть, в принципе, сеньоры могут и вот прочитать, и уже принять на вооружение, если так можно сказать, да? Да, это для них. Это для них, да. Ну что ж, это замечательное, по-моему, такое завершение. Я думаю, что вот, если такое слово «благо» здесь неуместно, но пандемия, может быть, натолкнула многих на мысль о том, что надо заняться собой. Даже вот вы сказали, что там прогуляция. Мы знаем, что был какой-то период, когда фактически были закрыты все возможности уехать куда-то за границу. И сначала люди переживали, особенно те, кто привыкли путешествовать. А потом, что они сделали, мы знаем, начали, наконец, узнавать Латвию. И с удивлением обнаружили, что есть большинство мест, где они вообще никогда не были. Да, кто-то, наконец, пройдя по Риге, начал обращать внимание на те дома, которые показывают туристам и говорят, надо же, какая красота. А я всю жизнь здесь бегал мимо и даже голову наверх не поднимал. Да, у меня клиентка одна сказала, мамочка ребенка, школьника, она говорит, боже мой, вы же мне новый мир открыли. Я стала в городе птичек слышать. Говорит, вы же сказали, что их можно услышать. Говорит, я стала в городе птичек слышать. Я говорю, какая прелесть. Стала в городе птичек слышать. Я сразу вспомню вашу рекомендацию, по-моему, прошлого эфира, когда вы сказали, что вот если вы кушаете, если вы отличуете от телефона, то, может быть, вы, по крайней мере, ощутите вкус еды. Да, и вот и услышите действительно птичек. Так что это, по-моему, хорошее пожелание и на следующий год. С наступающей вас тоже, Алена Яковлевна. У нас была на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо большое. До встречи. День в день. Час в день.